В 20-й школе никогда не бывает скучно, но в этот день было по-особенному шумно. К разноголусью детей добавился оглушительный собачий лай. В 6-й школьный день здесь прошло мероприятие по правовому просвещению учащихся от сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних и департамента охраны. Но это сухое название никак не подходит к тому, что происходило. Все было очень круто, задержать преступника легко, дуэт кинолог с собаком выполняют это не раз. Но так кажется только не посвященному вазы и дрессуры собак. За легкостью выполнения лежит огромный долгий путь. С молодым щенком всегда сложно, но когда ты знаешь, как это делать, то становится легко. То есть, когда ты профессионал, когда ты понимаешь, как это делать. Основываемся, в общем-то, на тех потребностях собаки, которые ей необходимы. То есть, в нашем методе, в работе используем такое, что собака у нас кушает только на тренировках. Поэтому собаке всегда интересно и нам становится легко. Если как-то действуем по-другому, конечно, результата бывает очень трудно добиться. Такие интерактивы в 20-й школе проходят достаточно часто. Педагоги подходят к каждому мероприятию с душой, чтобы прошло, но не для галочки, а для пользы дела. Здесь ребята учатся многому. И прежде всего, чувству ответственности. Док-ин-хаус не первый раз в гостях у нас в школе. Он пользуется популярностью и у ребят, и у педагогов школы. Дети очень положительно отзываются, с удовольствием общаются с животными. На сегодняшний день работа с молодежью очень важна, так как они, как и взрослые, часто совершают административные правонарушения. А инспекции по делам несовершеннолетних совместно с смежными подразделениями зачастую приходят в школу, проводят профилактические беседы, приводят какие-то примеры, в которых участвуют несовершеннолетние и совершают административные правонарушения. И мы этими выступлениями помогаем им ознакомиться с законодательством Республики Беларусь, как не попасть в простую или сложную ситуацию, ну и вообще как бы направить их на законопослушный образ жизни. Показательное выступление было настолько ярким и эмоциональным, что ребята заинтересовались работой кинолога. А сотрудники кинологического центра в свою очередь пообещали, что обязательно вернутся к ним с новой программой. Продолжение следует...